Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с послом России в Молдове Олегом Воснецовым. Стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию и события, происходящие в нашей стране. Президент отметила, что сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов. «Я ещё раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине «Спутник Ви», учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации, отметила президент на своей странице в соцсети. Санду подчеркнула, что чем раньше государство обеспечит доступ населения к вакцине против COVID-19, тем скорее появится шанс вернуться к нормальному существованию и спасти жизни людей. Тем временем депутат парламента от группы «Про Молдова» Владимир Чеботарь в ходе передачи на одном из телеканалов рассказал, что в Москве самолёт с вакцинами для Молдовы был готов к вылету, однако груз так и остался в России. Я говорил с некоторыми людьми, нам говорили, что у нас в республике была возможность привезти вакцину ещё в ноябре, а у нас официально нет закупки, ни одной ещё, а мы почти в апреле. Почему? Они сказали, я не могу открыть публично рот и говорить о чём, в чём причина, но проблемы институциональные, у очень высоких, потому что из этого сделали политику, делают политику, многое не хотели, чтобы привезли, и даже сейчас, к сожалению, из этого делают политики, политику. И я вот на прошлой неделе, например, или позапрошлой, серьёзный лот, вакцин, серьёзную партию вакцин, российской, хотели привезти как гуманитарную помощь в республику Молдов, ну, через Приднестровье, но это тоже наши граждане, да, но не захотели политики разрешить, и этот лот был загружен, потом отгружен из самолёта, к сожалению. О том, что молдавские политики препятствуют поставке российской вакцины, говорит и приднестровский лидер Вадим Красносельский. Он отметил, что переговоры с российскими коллегами продолжаются, и посетовал на действия Кишинёва. «Молдавская сторона включила бюрократические механизмы, препятствующие поставке российской вакцины в Приднестровье. Надеемся, что с этого сугубо гуманитарного вопроса будет снят политические налёты, нам дадут возможность обеспечить безопасность жителей региона», – отметил приднестровский лидер. Красносельский также напомнил, что предстоящая вакцинация носит для приднестровцев исключительно добровольный характер. Отметим, что с начала пандемии в Молдове коронавирусом нового типа заразились более 222 тысяч человек. Выздоровели около 195 с половиной тысяч, скончались порядка 4700.